Приветствую вас, друзья! С вами Алион. И в этом моём очередном видеоуроке я вам расскажу, как правильно заказывать вещи на сайте Алиэкспресс. Небольшое такое отступление. Алиэкспресс – это интернет-магазин, если вы не знали, китайский интернет-магазин. Добавлю, то есть на нём можно заказывать разные вещи и также получать их. В общем, начинают одежды, заканчивая разной электроникой. И, в общем-то, там всё есть, всё можно найти. Если постараться, конечно, минут 10 посидеть, поискать что-то. Ну, это видео для тех, кто не умеет заказывать. То есть, кто-то знает сайт, но не умеет заказывать с него вообще, как это всё делать и не знает, как заказывать, в общем. И, в общем, это видео для вас. Смотрите. А кто уже знает, те могут спокойно выключить это видео. И, в общем-то, всё. Поехали. В общем, вы зашли на сайт Алиэкспресс и вы хотите что-нибудь купить. Сразу такую подсказочку даю. То есть, надо заказывать вещи там. Вообще, не заказывайте вещи там лучше. Потому что, ну, например, футболки там, толстовки, платья, бриджи, трусы там, я не знаю, лифчики, может. Ну, в общем, вы не знаете, наверное, то, что китайцы, они, как бы, сами в росте небольшие. Телосложение у них не такое уж и здоровое, прям, как у, например, у разных других национальностей. В общем, как вы знаете, азиаты все небольшие. То есть, ну, за исключением некоторых. И большинство вещей сшито на них. То есть, они опираются на размеры своих, так сказать, собратьев китайцев и, в общем, шьют на них. И не догадываться, что в мире, наверное, может быть, может быть, подчеркиваю. Есть здоровые люди или люди какой-то будет такой здоровой или маленькой комплекции телосложения. На них может не налезть, например, та же самая футболка или же та же самая платье. Узкое, широкое, может быть. В общем, вот такой совет, не заказывайте там вещи. Все, что угодно. Начиная от часов разных, сумки. Даже и обувь тоже, кстати, не заказывайте. Это нафиг вам не надо. Просто, ну, в общем, не заказывайте вообще там вещи. Только если там всякие гаджеты, я не знаю, игрушки там, в общем, разные. Но только не бельон, там, нижние, верхние, там, повседневные, которые вы надеваете. Ну, например, я ищу SD-карту. Ну, к примеру, давайте с вами зайдем в телефон аксессуары и здесь мы, твою мать, найдем, так, усилитель сигнала. Так, 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 так. Может, ну, в электронике. Так, если вы здесь не можете найти, то пишите SD-карты, SD-карты просто. И здесь много разных карточек. Слева меню, типа, какая карта там? XD-карта, SD-карта, мини-SD-карта, карта KF, CF и разные там. Потом производитель и емкость. Ну, я выберу мини-карту, то есть, такие карты, которые для телефона. И здесь можно выбрать объем. Мне нужно на 8 гигабайт. Все, вот. Я выбираю самую первую. Почему? Потому что это самый нормальный продавец. Заходим на его сайт, ой, на его, как бы, товар. И справа мы видим продавец, то есть, KK Store. Как это, KK, как там зовут его. В общем, это тоже китайский продавец. Он продает, как видите, нормально. То есть, вы, наверное, спросите, а чего это, почему ты, как узнал? То есть, как он так продает? Все потому, что просто смотрите на отзывы и смотрите на заказы. То есть, сколько заказов было и какие у него отзывы. Вот, заказов у него было 16 187. И положительных отзывов у него 96,3%. То есть, этот человек, который продает, он продает все тщетно, все честно. Никуда не подворовывает ничего. Все приходит нормально. Ну, если вы находите человека, у которого 5 заказов и рейтинг там за 70 заходит, то лучше покопайтесь чуть-чуть на сайте и найдите нормального продавца, который реально, у него заказов нормальное количество и положительных отзывов у него тоже. В общем, там тоже можно накрутить. Там, может, попросить своих друзей, там, партнеров, напарников, я не знаю, детей там своих, может, жену, чтобы они проголосовали за него и чтобы кто-то, хоть кто-то у него взял какой-нибудь товар. И, может, в итоге он не перейти. А вот от таких людей, как, например, КК-Стор, я, как бы, себе даже гарантию ставлю или какому-нибудь другому человеку, что это придет и я ему, например, отдам этот товар. В общем, вы меня поняли. То есть, если рейтинг сильно высокий, а заказов у него, ой, как мало, там даже, может быть, за сотку не заходит заказов, то, не знаю, не берите. Ну, можете взять на свой страх и риск. Я у вас не, как бы, не это... Можете, я могу ошибаться, но лично я доверяю только таким вот, как КК-Стор или какие-нибудь другие продавцы, которые топовые. Ну, вот, в общем, я рассказал вам такую небольшую подсказочку, может быть, так. И здесь я, например, хочу выбрать на 8 гигабайт. Выбираем 8 гигов и количество штук, то есть, одна штука. Я за нее заплачу 3 доллара 99 центов. Кто не знает курс доллара, сейчас копируем наш ценник и вставляем его в Яндекс. То есть, вот, 3 доллара. Это 222 рубля 6 копеек. То есть, нормальная флешка за 200 рублей на 8 гигабайт. В общем, там можно закупиться на Алиэкспрессе этих флешек и всяких там других чехлов, там, я не знаю, чего-нибудь такого, и продавать потом у себя спокойно в России. Там, группу ВКонтакте я открыл, и можно продавать его, например, за 3 дорогие, ну, может, в 2 раза дороже. В общем, это нормально за 200 сколько там, за 222 рубля 8 гиговая флешка. Она, прям, не знаю, нормальная для меня лично. Выбираем вот. Теперь здесь добавить в корзину, то есть, это корзина для будущих покупок. К примеру, вы смотрите какую-нибудь флешку или там телефон, вы добавляете его в корзину и, например, раздумываете, брать мне его или нет. То есть, в общем, это как закладка, что ли. Теперь, вот, бесплатная доставка службы Russian Federation, службы China Post, регистр AirMail. Здесь мы нажимаем на почту, и здесь у него почта China Post перейдет от 15 дней до 50 дней. То есть, от месяца до 2 месяцев. То есть, не ровно 2 месяца, а там 2 месяца 20 дней, или 2 месяца 25 дней. Это бесплатная доставка. А EMS, это наша российская, по-моему, почта, я не знаю. За нее, то есть, уже надо доплачивать 33 доллара 64 цента. Но для каких-нибудь там, не шибко дорогих товаров, к примеру, ну, то же самое флешки, например, да, или там, я не знаю, брелка телефона, или там, ну, я не знаю, какое-нибудь вообще. Ну, любое что-нибудь недорогое, и брать EMS, почту, чтобы заплатить за нее 33 доллара 64 цента, и, ну, она придет вам, да, она вам придет за 5-15 дней. Две недели, неделю где-то будете ждать. Но оно ни к чему, то есть, просто-напросто вы переплачиваете за это все. Из-за какой-то флешки вы должны еще доплачивать службу почты EMS, чтобы она быстро пришла, или еще какие-нибудь другие почты. К примеру, и сингапуровская почта, она самая нормальная почта. За 8 дней, по-моему, приходит товар. И за него заплачено 70 долларов. Также, не знаю, я вас, может быть, на правильный путь подтолкнул, может, нет. То есть, если для каких-нибудь таких мелких товаров, к примеру, чехлов, айфонов, там, или разных, не знаю, пленочек, вы выбираете China Post Airmail, то есть, китайская воздушная почта. И вот, нажимаем ОК. Все, нам придет служба доставки воздушной почты Китая. Все, нажимаем Купить сейчас. То есть, вот вы можете посмотреть, если товарин все соответствует описанию, то есть, вот описание. Мини-SD карта, производитель другой, упаковка, да. Есть упаковка, скорость течения записи 10, классик, размер, вот это все, если у вас есть, то, ну, если вот это все соответствует вашим параметрам, то вы спокойно берете. Если же что-то не соответствует, к примеру, сколько там гигов вы заказали на 8, а пришло вам на 1 мегабайт, например, или 1 гигабайт, то вы спокойно пишете этому продавцу, и он вам отдает обратно деньги, и вы отсылаете обратно ему товар. Доставка 46 дней. Ой, срок 60 дней, гарантия продавца. И отзывы от него можно посмотреть 144. Вот рейтинг у него 4,2 из 5 звезд. Вот у него все пришло, 3 недели все работает. Data transfer speed and above 12 мегабайт. Например, brown 4 гигабайта, все отлично работает. Пришло за 23 дня в РБ. Спасибо. Это у нас в Белоруссии написали. Потом с России. Тут все круто, как в описании. Доставка 2 недели в Москву. Все good. Вот, в общем, положительные отзывы от тех же самых, как бы вам сказать, от тех покупателей, которые пишут. И, в общем, положительно у него все 5 звезд он заработал. Нажимаем купить сейчас. Вот. Сейчас я вам тут продемонстрирую одну и важную, такую важную вещь. То есть вы при покупке, если вы первый раз покупаете, то получаете имя-получательное фамилии, имя-отчество. Без инициалов. Чисто, например, вот Александр Иванович. Например, вот Иванов Александр Петрович, примерно. Или же, ну, в общем, напишем мы по-английски. Например, вот Александр... Ой, Александр. Сначала фамилия. Например, вот Петров. Петров Александр Викторович. Александр 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 Виктор Викторович Викторович Страна у нас какая, вы выбираете свою страну Улицу мы пишем любую Ну, тестовую То есть, это тестовое видео, любая улица Вы пишете свою, например Я пишу Я пишу любую вообще, например, вот улица Пятая Линия Ну, давайте не пятая линия А, например Вот, 10 лет Октябрь Если это октября Например, вот Дом То есть, Д.2 20, например КВ Там, например Квартира 1, например То есть, если у вас длинная улица То вы пишете на вторую строку Если нет, то нет Если у вас секция Пишите С1 Квартира 2 Или корпус 2 Квартира 1 Город Напишите на английском Омск Омск край То есть, вы пишете Выбирайте свой Омская область Новосибирская область Любая область То есть, ваша почтовый индекс Вы идете на почту Которая у вас рядом находится Ну, или не рядом И У вас там висит Табличка с вашим индексом Не с вашим, а с общим индексом Который на почте Или же вы можете спросить Там у сотрудников Сотрудников работы в почте Они вам скажут Этот ваш Почтовый индекс И На этот почтовый индекс Вам придет Посылка ваша Указывайте правильно Потому что это Самая важная часть Того, что вы Ну, в общем Вот теперь телефон Вы пишите с восьмерки Например, любой свой телефон Ну, свой именно Код страны 8 950 950 Так Код страны У нас забыл В общем, код страны Указывается код города И номер телефона И здесь мобильный телефон Свой То есть, вам позвонят И нормально все будет Вы пойдете Заберете Все Сохранить И отправить по адресу Вот у нас Александр Петров Петров Александр Викторович 10 октября Дом 2 Квартира 1 Омск Омская область Почтовый индекс Например, 333 212 1 Российская Федерация Фон номер 850 236 62 В общем, так И мобильный номер Вы указываете свой И здесь вы Можете оставить комментарий Для продавца И здесь вот Если у вас нет купонов То Нажимайте I agree В общем, я согласен Заказом И здесь вы выбираете Уже Непосредственно Почту Способ оплаты Здесь есть также Мобильный платеж Киви Валют и другие способы Оплаты Также есть Виза Мастер карты Мастер карты И маэстро Номер карты Срок действия Код безопасности Что это Можете посмотреть Код безопасности Это у вас на обороте Карт Три Такие Справа В конце То есть От конца Считаете Три цифры И это Код безопасности Имя владельцев То есть Имя, фамилия На английском Пишите По-моему Я не знаю И все Мобильный платеж Киви Валют То есть Киви Валют Я тоже буду заказывать Через него И все В общем Другие способы Оплаты Здесь есть Киви Валют Также Яндекс Деньги Веб Мани И разные Другие Вы например Нажимаете Это все И оплачиваете Сразу вам скажу То есть Он Примет заказ Только Через несколько дней Потому что Это вам не Реальность Когда вы В магазин Идете И в общем-то В общем-то Все И он вам Пришлет Трек номер Вы можете Посмотреть Это на Своей На своем Мой Алиэкспресс То есть Зарегистрируйтесь Там и все нормально Будет Вот Заказа Три Ожидается Платеж Один Здесь Находите Центр сообщений И вам Здесь Должен Продвес Дать Трек Номер Поэтому Потом Вы будете Отслеживать Где ваша посылка Но потом Можете ее забрать Так что Всем спасибо Друзья С вами был Леон Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Вступайте в группу Вконтакте Если вам не сложно Всем пока Субтитры